Hello there, beautiful people! Кат here, и ты смотришь Puzzle English. Давай сегодня поговорим о трудностях произношения. Есть у нас вот эта вот история с нашим замечательным русским акцентом. Сегодня будем учиться произносить слова немножко с британским. И начнем с трех слов, с которых начинаются все видео о фонетике и о трудностях произношения. Сейчас скажу какие, ты поймешь о чем я. Украшения, салат и одежда. Казалось бы, простые слова, но тяжело нам они даются. Наша любимая одежда. Смотри, многие говорят Claw this, как-то еще произносят. Там ты говоришь Claw, и потом делаешь вот это вот this. Clawed. Представь себе, что там почти ДС в конце. Кстати, если уже был выпуск на эту тему, то повторение мать учения, естественно. Поэтому повторяй за мной. Ну, дальше у нас салат. Говорят Lettuce, Lettuce. На самом деле тоже там все очень просто. Два слога всего. Все, больше ничего нет. Дальше посложнее. Наше вот это вот страшное слово Jewelry. На самом деле там три слога Jewelry. Jewelry. Никакой what там нету вот этого Jewelry. Не надо. Jewelry. Jewelry. Дальше менее очевидные слова у нас. Как я уже сказала, с этих трех все всегда они говорят. И все равно люди до сих пор делают ошибки. Но я не знаю, как так. Давай слово возьмем chaos. Наша русская. По-английски оно пишется, кстати, даже похоже на хаос. Но произносится оно как chaos. Chaos. Мы произносим это слово не chaos, не chaos, не chaos, а chaos. И прилагательное туда же chaotic. 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 Дальше. Мое любимое слово. Оно очень британское. Потому что американцы вместо него используют слово line. Британцы говорят cue. Произносят его как куэуэ, куюю, куэуэ. Как угодно. Это просто капец. Там все тоже гораздо проще. Я понимаю, что там очень много букв. Как только видишь вот это количество букв, вспоминаешь, что всего один слог там. Кью. И все. Ну, кстати, так легче спейлинг запоминать. Ку-е-у-е. Вот так вот можно спейлинг запоминать. Но произносится оно как кью. Причем это может быть как глагол to cue. Или a-cue. Это когда, собственно, сама очередь существительная. Дальше слово, которое произносят многие как recite, например. Я слышала. Receip. Как-то странно. Но на самом деле я понимаю, почему. Потому что и в конце не читается. Но произносим мы это исключение. Recipe. Что значит рецепт для готовки. Дальше мое любимое слово. Мне кажется, когда люди произносят его неправильно, это очень милашно. Когда говорят biscuit. Прямо так няшно. Biscuit. Нет, нету там W. Произносится оно как biscuit. И, кстати, biscuit по-английски не значит biscuit. Biscuit это что? Печенька. Печенюшка. Поэтому, если тебе хочется печенья, проси biscuit, а не biscuit. Я с тобой слежу. Дальше, казалось бы, простое слово. Шоколад. Но тоже в нем умудряются делать ошибки. Говорят chocolate, chocolate. Там, смотри, там съедается слог и произносится оно как chocolate. Два слога получаются. Choke и let. Chocolate. Там нету chocolate. Понимаешь? Дальше. У нас проблемы есть с буковкой L. Когда она где-то в рандомном месте в слове. Люди ее произносят. Хотя произносить ее не надо. Самый яркий пример это слово half. Половина. Мы не говорим half. Мы говорим half. Там глубокое. А, L не произносится. Ну и туда же у нас salmon. Salmon. Это лосось. Нейтивы даже, бывает, делают ошибки и говорят salmon. Не надо говорить salmon. Сэ-мэн. Все. Два слова. И как по-русски будет это слово? Миндаль. Такая же история. Там есть буковка L и люди говорят almond. Нет. Омэнд. Омэнд. Нету L. Еще одно слово, казалось бы, очень привычное. Туда же я бы его отнесла в ту же группу, где и chocolate у нас. Chocolate. Правильное произношение. Слово comfortable. Тоже пытаются произносить этот средний слог. Говорят comfortable. Не надо вот это вот ф, не надо. Просто comfortable. То есть прям сжать нужно все эти согласные в середине и произнести в одно слово. Дальше сочетание CH, которое мы знаем читается как ч. Например, там chair. To chase someone, допустим. Но есть, конечно, исключения, как, например, в слове architecture. Не ч там, да? Туда же у нас stomach. На конце CH. Stomach. Никакой это не stomach и не stomach. Stomach. Желудок или живот. И слово боль. Не H, не A, не A, ничего. И еще, кстати, наши мучаются, когда мы произносим слова, как, например, слово мир. Можно на американский манер произносить. Американцы туда пихают Earl. То есть world. Британцы говорят world. Представь себе, ты же знаешь местоимение her, ее. Вот это абсолютно один в один тот же самый звук. Как мы говорим her, так же мы говорим world. Туда же у нас work. И туда же у нас word. То есть только согласные меняются, а ничего туда лишнего добавлять не надо. Как уже сказала, можешь это все на американский манер говорить. Тогда будет world, work и word. Господи, прям тяжело мне сейчас стало. Я привыкла все-таки произносить через как бы ее наше. World, work и word. И еще такой тебе небольшой tip, совет по поводу фонетики. Смотри, чтобы звучать как native и чтобы не делать ошибки в словах, никогда в английском не оглушаются согласные. Особенно на конце слова. То есть если это bag, то это bag. Потому что если мы оглушим, то будет bag. Понимаешь? Так же как beg, bed. Потому что есть bed, а есть bet. Меняется значение слова. Bed, кровать. Bet это пари. Вот и все. Произноси согласные так, как они собственно звучат в алфавите. Особенно на конце слов не оглушай. И будет тебе счастье. Я уверена, это не последний выпуск про произношение. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok